Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Минпромторг не будет выступать за введение запрета на использование поддержанных запчастей при ремонте автомобилей Такие поправки планировалось включить в технический регламент таможенного союза Не знаю, чем руководствовались чиновники, принимая решение пойти на попятную Но все эксперты в один голос уверяли, что запрет бэушных комплектующих приведет к подорожанию ремонта в несколько раз Трасса 101 За последние пять лет цены на новые автомобили в нашей стране выросли в среднем на 40% Подсчитайте, стали ли вы на 40% больше получать? Причем около 10% автомобили набрали только за последний год Средняя стоимость новой машины, по данным аналитиков, сейчас находится в районе 1 миллиона 700 тысяч рублей Основные бренды, добавлю, поднимали цены на авто в этом году уже несколько раз Трасса 101 Вот те на продаже новых легковых авто, относящихся к массовому сегменту, в первой половине этого года в России упали А люксовых автомобилей, наоборот, выросли По данным агентства Автостад, спрос на Феррари увеличился на 20 с лишним процентов Ламборгини на 12 процентов Роллс-Ройс на 3 процента Правда, есть и, как принято сейчас говорить, отрицательный рост Например, у Бентли минус 23 процента Что касается наиболее востребованных авто лакшери-сегмента То это Майбах С-класс, Бентли Континенталь GT и Бентли Бентайга Трасса 101 Чует сердце, власти Москвы будут настойчиво продвигать тему ужесточения требований К каршеринговым компаниям и к их клиентам Основанием для этого является увеличение на 20 процентов числа смертельных ДТП с участием арендованных машин Об этом сообщил глава столичного Диптранса Максим Лексутов По его мнению, на федеральном уровне надо срочно принимать стандарты безопасной работы упомянутых фирм Трасса 101 Компания Лексус начала в Западной Европе продажи своего первого полностью электрического кроссовера Стартовая стоимость UX300i в переводе на рубли превышает 4 миллиона Это гораздо дороже стандартного UX с бензиновым мотором Электрокар имеет один двигатель на передней оси мощностью 200 лошадиных сил Запас хода немногим более 300 километров На полную зарядку требуется порядка 8 часов На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101